Шура, что ли? Вот отношение к матушке, да? Молодец. Придешь, скажешь, мама, проси, пожалуйста, так долго. Не надо, уберем, не перешло, уберем. Все, спасибо, до завтра, да, Эмит? Последний занятий остался, помнишь? Все, родным привет, пожалуйста, не балуйся, учись хорошо. Завтра, надеюсь, увидимся. Я не помню, что Ольга Александровна сегодня ждет? Она и сегодня ждет, и завтра ждет. Да, она сегодня, мне кажется, сколько я помню с вчерашнего разговора, до тренировки что ждала, потому что она говорила, что полдесятого это очень поздно. На всякий случай это, я себе пилиппу просто узнаю, я палку просто принес, светопалки. Девочки, женщин, не надо, и травы не надо вообще подводить. Все, Артем, всем здравия, Ольга, до завтра. Все, братан, мы тебе веем. Все, так, всего доброго. До встречи. Это, в штабе надо заехать, в червонец приготовил вот этот, федеральный, червонец, конвейер, вот такой вот, ну просто подписатель сюда закидываешь, чтобы кто-то сюда спокойный. И пятак на кран, пока хватит, пятак на кран. У Петруха никто не получается ни на какие-то, надеюсь, мы ходим в девятую, мы увидим, чтобы я мазь попадать. А ну что, Рюшка, думал, сегодня все. Нет, не, не что. Вот так вот сидеть начал частенько. Ну, полностью. А ложишься, протянешь, получается? Да, ложишь, да. Оля Александровна, смотри, мы заканчиваем занятие. Я на всякий случай сегодня палки взял, световые. Нам надо подъезжать к тебе? Ты ждешь, да? Все, ладно, сейчас заканчиваем. Но только мы тоже на полчасика, ладно, потому что завтра очень ранний подъем. Хорошо? Все, ладно. Да, ждет Сергей Сергеевич? Вылетать стали меньше. Это одно из обалденных восстанавливающих упражнений. Вообще прям, знаешь, вот день-два, на третий день я прям, вот день-два, два вечера даже, не день, а два вечера. Вот я дома, знаешь, что-нибудь с Ксюхой садимся, уроки делать. Ну, я занимаюсь, она уроки делает. Я вот так, раз, сижу, вот день, ну, первый вечер, второй вечер, на третий вечер, прежде чем так сесть, ну, разминку делаю. Все, на суставы начинай. Так, понимаешь, у меня камень, знаешь, ну, не вылетает нифига. И не очень хрустят. Да, и не так сильно прям хрустят, ну, и сюда, ну, прикол. На самом деле, простые действия, самые простые действия, а потом же идет, простите, изыск. Что-то хотел сказать. А, Сергей, ты что, посмотрел видео про дядю Славу? Нет, я даже, я не распечатал, не распечатал, у меня возможности сегодня вообще не было. Так что завтра днем я все привезу. Ладно. Лучше с музыкой подготовил. Подготовил? Да. Поэтому завтра буду распечатать днем. Раздатка, это самые простые бумаги, просто надо раздать. Хоть, что я придумал, что я сделал для всех. Смотри, набрать, наверное, хотел набрать на тысячу десятирублевых монеток, на тысячу рублей, ну, штук сто. В общем, приглашать в конкурсы участвовать и раздавать монетки эти. То есть придешь, потом в конце придешь на десять монеток, подарок меняем, вот этот самый, вот этот, на трех-трех занятиях. Вот там же на эти хитрецы скажут, блин, я вот не выиграл во всех, ну, я своих монеток поднакину, типа этих, десятирублевочек, и приду, подарок получу там. То есть даже в этом ничего страшного, если кто-то обмануть захочет, ничего страшного. Я думаю, почему сто, конечно, не факт, что всем сиротовчам дадут, но хотя бы люди просто поинтересуются, что мы делаем, вот к чему. И плюс мне, блин, конечно, единственное, что, жесть, это же я один поеду, вот это единственное. Ладно, снаряги все это придумай, там с утра, ну, пока один, там. Я поеду. А ты поедешь? У тебя с утра получается? Давай на газельке поедем, без машины, давай на газельке с автомобиль, ты на машине ходишь? Нет, на машине. На машине? Ну, тогда, значит, вообще все... Я дождусь, чтобы все остальные когда подтянутся. Серега, все, да? Вот, это будет после обеда, я, получается, еду с утра. То есть основная площадка, а ну, езжай с кем-то, спортив. Я, может быть, со своим поеду. А, вообще класс, вообще красота. Я приезжаю проводить площадки, то есть мне надо одновременно оказаться, либо я всех буду собирать на ракушку, ну, там, будет еще ракушечка, сценка маленькая, либо мне придется очень-очень кусовать, бегать, все это, так вот, движуху делать. То есть, меня случает одно... Ну, это, во сколько вы уже приезжаете? Сейчас Ольга Александровна скажет, или Константин, там, не знаю, в 9 утра, или во сколько, да, в воскресенье. Посмотрим. Я сначала, ну, я, как последний раз, здесь вот в зале тоже поговорили, когда-то говорили, что, ну, хорошо бы, что получилось поехать. Я домой приехал, так вот, думаю, ну, не, наверное, надо съездить все равно. Ну, опять, просто, да, что переиграли там, просто еще... Ну, пока до матов и так, когда я... Хорошо получилось, там уже еще 9 число, выходной. Я думаю, ну, в любом случае, 9... И не кончился у тебя скотч. Кончился, надо, но вы начинаете. На базе делать нечего, думаю, если что, мы поедем. Ну, давай, в воздухе собираемся. Так. Вот, и этот... Ну, и классно, вообще классно. И потом-то вот, что я опять засомневался. Вот, что у меня как началось, это, горло разболелось и насморк. Я сразу так раз-раз планат отмотал. Ага, думаю, ну, понятно, в воскресенье, 1 мая. И так, что ладрыга, думаю, еще и мороженого закинуло. И вот, у меня после этого прям не понеслось. Прости, Дэнчик. И у меня. И это, кстати, знаешь, даже, вот я могу побольше сейчас сказать, прям конкретно понеслось у меня еще и плюс поясница начала болеть. Прям вот в вечер первого числа, вот как домой приехали. Но это все еще начнет тянуться у меня с последних всяких разговоров тогда в базе. Ну и всяких треморов, ненужных. Денис, ну да, если 100% соберешь, все, возьми теплую все-таки с собой одежку там. Да по любому, конечно. Там поляк там уже открытый. Нет, нет, я сейчас в клубки ездил до сих пор. Все, все правильно. А там уже быть как-нибудь. И в общем, я знаешь, такой думаю, не е-мое, опять мероприятие, думаю, опять соплями там, или еще с чем-то со спиной. Думаю, не, надо это все, в общем, менять ситуацию. Ну и в общем, это. Сейчас молодец. Вот опять заниматься, ну, спасибо. Вот это, сможем видеться, вот эта вся движуха реально, реально полегче станет. Усиленно так это все сейчас полоскаю, промываю, блин, сода, соль, все это прям. Ну, я, в принципе, постоянно с содой зубы чищу, иногда бывает, это горло полоскает. Ну, вот в периоды обострения, конечно, приходится каждый день подрепирать. Самый лучший способ, это как это, ну, опять, примерно. Да вообще нет ничего лучше, блин. Ты уже сто раз сам проверил. Гигиены, чистоплотность. Просто еще такой момент, нюансик. Ну, вот взять и скисти, жопы не помыть, раз, два, три, тянем там. Ну да. Ну, все. Три пыли. И приехали. Зато зубы соды зачистят, да? Да, чтоб погрязнуть, а зубы чистые. Да я каждый день чищу зубы соды. Да, а там это, подбивает. Хрустит, аж уже, все, да? Как снег, да, зимой, да? Под ногами, блин. И фаник, как и свинофермы. А там зато улыбка белоснежная. Ну нет, там, я думаю, даже улыбка не будет белоснежной. Там будет кранец всему. Ну да. Петрухи тоже так, что сыплется. Я говорю, братан, ну, блядь, ну, че мы можем сделать? Ну, че, говорит, ничего, надо денег покупать, там, все. Я говорю, ну, говорит, сколько денег мы будем искать, блядь. Ну, как я ему, что я скажу еще? Я говорю, давай будем выделять, блядь. Это каждому касается памяти. Возникает вопрос какой, значит, надо изыскивать, значит, надо думать. И это все, это, ну, нет, не поправимого. Показывайте резинки всякие, вот эти пружинки свои. Я говорю, я нихуя не... Он говорит, послушай, скрипит, и говорит, блядь, я говорю, Петр, вот я в разных машинках ездию, ну, конечно, какие-нибудь там люксовые всякие намалии, где все прям, бук, как-то. Не, ну, надо пускай, это, сколько там все это стоит. Потому что реально сейчас вот на его машину, на мою-то машину я сейчас не знаю, как вот менять мне. Мне даже не менять, а на станции хочу загнать, чтобы мне там и подцепление подтянули. Ну, подтянуть, сцепление я сам подтяну, а коробку он посмотреть, блядь, надо будет. Он завтра будет или послезавтра делать спальню. Его машину там, он вообще... Она, его тачка выросла до миллиона. Он говорит, даже поменять сейчас машину уже невозможно, блядь, все. Ну, она, конечно, не миллион сейчас стоит. Ну, он типа сказал, так, я не пикнили, новая, не бушная. Нам либо надо эти несколько лет переждать, либо будет пиздец всему. Вот и все. Вот здесь вариантов-то больше нет никаких. Что Кузьмич, что Сантей, но ведическая, кришнаитская братва наша, братская, с такой, знаешь, с такой настороженностью сегодня слушали меня. С такой, знаешь, как бы настороженностью. А ты прям с Кузьмичом видел? Не виделся, я звонил. А, звонил. Ну, я номера посмотрел, вроде бы работают, попробовал, пробился там, пробился, все. Да, все как бы рады, все посмотрят, все он такой, знаешь, настороженный. Яшка что-то хочет, а что я хочу, пригласить там, увидеться еще, просили, что мы там когда-нибудь. Всегда сами предлагаю себе помощь, потому что мы предлагаем помощь. А что-то просить, зачем это надо? Надо будет сами предложить. Я говорю, приезжайте. Я всем, говорю, что сказал, я говорю, мне надо сегодня-завтра список, чтобы мы составили гостевой список нашинский. А сколько людей, а что, как, я говорю, ни сколько, никого, просто не говорите, я буду уже сам решать. А сколько там стоит, я говорю, в интернете смотрите, сами все увидите, цены и прочие визуги. Вроде все, да? Все. Складные-то. Что там стоит? Серега, что, батя, как, нормально? Сейчас, погодите. Никто никуда, он сейчас ругается пока. Погодите. Все, скоро, скоро 9 мая. О, скоро отставить правый берег. Буквально через пару дней там всем до встречи. Моторокерам и всем хорошим людям большой привет. До свидания.